Всем привет, это Тина Прол, свяжу тебе носки, и я Кристина, живу в Тюмени, я прижиголик. Сегодня у нас понедельник, я буквально только сейчас отмонтировала видео, которое сейчас я вам скину, и вы его посмотрите, и поняла, что не показала вам две готовые работы. Ну вот как-то так получилось у меня, ну не показала я. Я до этого видео показывала, что я их вяжу, но почему-то в готовых работах я их не показала. Они у меня есть, поэтому я исправляюсь. Сейчас я покажу готовые работы, продвижение и то, что я начала, но буду перевязывать. Давайте посмотрим. Итак, носки из остатков, носочную коробочку освободим добби. У меня получились вот такие носочки. Это прям остатки остатков, причем не только мои. Здесь остатки мои и остатки, которые мне подарила моя вязальная подруга Катя. Катя, она подарила мне 200 грамм остатков различных. Там и Алисе, и Нахибохи, и даже Былопал, и Лансдунорд. И вот сюда вошли Алисе, Лансдунорд, Артисан. И из ее остатков все. А мои остатки пошли еще Аркабалена, бобинная пряжа. Тоже Алисе, вот это моя. Накабоха и розовая Алисе, это тоже моя. И получились такие носки. Они не одинаковые, но они, по-моему, очень красивые. То есть они не одинаковые, но они совершенно точно перекликаются. Понятно, что это пара. Как бы вопросов вообще никаких не возникает. Поэтому вот. Они мне очень нравятся, между прочим. И здесь я уже контролировала вот эту вот смену цвета. Потому что у меня здесь три через шесть идет. То есть три. Минут десять пятого. Три ряда основного цвета и шесть цветной вставки. И получилось. Вот так. Ну, я думаю, что я вам просто потом возьму и сделаю сюда под съемку. Как я люблю. Блин, так интересно вязать из остатков. Я не знаю. Девочки, вяжите из остатков. Вяжите. Вяжите. Вот. Я сначала очень хотела, чтобы мне отдавали остатки. Я по-прежнему хочу, чтобы мне отдавали остатки. Хотя бы той пряжи, которой, допустим, у меня нет. Я ее не пробовала. Или которая у меня есть, но мне ее жалко. Но так вышло, что у меня, у самой, я недавно взвесила 800 грамм носочных остатков. То есть я носки вяжу довольно... Вы же видите, да? Вы же видите, что я носки довольно активно вяжу. И вот, с учетом того, что это уже вторые мои носки из остатков. Даже не вторые. Но вот прям из остатков, из остатков, вот прям из кусочков, это уже вторые. Но у меня, конечно, есть носки, которые я комбинировала. Которые там, ну, допустим, из двух остатков получились одни носки. То есть, действительно, носков-то у меня много получается из остатков. Это за последнее время я две пары связала. А так у меня их много. Было бы еще больше остатков. Сейчас вот 800 грамм. Пока все. Горшочек не вари. Надо вязать пряжу, которая есть. Надо вязать остатки. И пока у меня, ну, короче, все. Я ничего не покупаю. Я в который раз говорю, я ничего не покупаю, но все равно я чего-нибудь допокупаю. Я хотела купить себе хлопковую носочку. И на самом деле я ее купила. И я надеюсь, что я все. Ну, у меня еще подружка вязальная уехала в Питер. Я еще думаю, может быть, я ей из тухэнс попрошу там какую-нибудь бобильную пряжу носочную привезти. Да. Вот. Ну, это чисто вот, знаете, в комод. В комод для памяти. Для памяти. На память. Что мне привезли пряжу очередную из Питера. Вот. Так, с этими носками давайте мы закончим. И следующие носки. Это форза. Форза мы поменялись моточками с Ксюшей. Ксюша моя вязальная подруга. В общем, у меня не так много вязальных подруг. Я все время в этом говорю. Это, в общем... Ну, я все время буду о них говорить. Получается, наверное, так. Это Ксюша подарила мне. Я, когда увидела, я сильно захотела. Прям сильно захотела эту расцветку. Захотела. И возьмите, распишите, получите. В общем, вот. И она прекрасна. Не знаю. Мне она прям красивая. Хотя она вот полосатая. Я не сильно люблю полоску. Но вот мне нравится. С люрексом оно смотрится просто. Опять же, здесь я сделаю подсъемы. Вы все это посмотрите. Мне понравилась форза. Она пухленькая. Ну, я с люрексом, опять же, делала. Поэтому не знаю. Она так распушилась. Она так разбухла после стирки. То есть, и очень получились колючие такие шерстяные носочки. То есть, это не вообще ни разу не это. Не Ализе. Супервошь вот это. Не Артисан тем более. Это прям хорошие шерстистые носки. То есть, они очень похожи на Наку Боку. На самом-то деле, кстати сказать. Вот по колючеватости, по шерстистости. Но Нака Боха, она как будто бы посуше и не знаю. Потолще. Но не вся, опять же, Нака Боха. Ее такую возьмешь и на тонкую. Другую возьмешь и на толстую. То есть, тоже очень все. Ну, это Турция. И Турция зависит все от партии. Как повезет. Вот конкретно с этим мотком мне очень повезло. Он очень здоровский. Он очень классный, красивый. Мне прям нравится. У меня здесь впервые хорошая громкая пятка связанная. Не могу сказать, что мне понравилось ее вязать. Но сидит она неплохо. Единственное, что для меня пока ее тяжеловато рассчитать. Потому что она длинная. Она длинная. И носки у меня вышли на 41-42. Хотя я вязала на себя 39-40. Да, тут ошиблась. Но у меня есть, опять же, кому это дать. Екатерина, да. Шикарные носки. Все для тебя, родная. Итак. Это готовые носки были. Да. Почти готовые носки. Сейчас покажу вам леопардовые. Минуточку. Это то, что я двигала с последнего подключения. С последнего, не подключения, а с того момента, вот как я вам записывала видео. Это все, что я двигала. Тут у меня тоже носочек. Я вяжу уже мысок. То есть, уже как бы закрываю. Здесь у меня осталось буквально, по-моему, три или четыре ряда до того момента, как я начну вязать мысок. А поэтому сегодня я эти носочки закончу. Они у меня будут в готовых работах уже в этом же видео. Я вам покажу потом. И я начала еще носочки. Носочки я начала вязать из... Смотрите, какая классная сумочка у меня. И там моточек лежит, и просто ниточку тянешь, она вытаскивается. Так. Носочки у меня хлопковые, из полухлопка. Эти носки из YarnArt. Джинс, крэйзи, по-моему. Коуэр, как-то оно так называется. Я их буду привязывать. Потому что оказалось, что их надо вязать плотнее. Либо их надо вязать на меньше петлях. Ну, короче, они у меня что-то какие-то получаются расхлябанные. Ну, вообще красиво, да? Гляньте. Такая расцветка красивая получается. Это будут вот не то, чтобы даже носки. Это прям тапочки. Потому что моточек был 50-граммовый. И... Ну, это смешно. То есть, на полноценные не хватит. Здесь, тем более, я вяжу на тройке. Потому что метраж большой. Вот. В общем-то, как бы... В общем-то, как бы вот. Буду перевязывать. Это носочки будут мои подруги. Яне. Вот. Такие. Прям вот носочки, тапочки. То есть, они это будут короткие. По типу спортивных. Вот дома ходить. Вместо тапочек. Может быть, летом, например. Ну, или зимой. Как она захочет. У нее размер ножки небольшой. Поэтому вот ей как раз моточек уйдет в ноль. И просто он у меня тут кейком был смотанный. Он на меня смотрел. Я на него смотрю. И у нас вот эта химия. Я просто не придумывала, что же из него такого связать. Но вот придумала. Но я его и покупала, на самом деле, на носки. Потому что раньше я вязала из такой пряжи носочки хлопковые. И, кстати, они удачно носятся. Единственное, что я брала метраж поменьше все-таки. Как бы и вязала на мелких спицах. Потому что такое-то уже вот потолще. Ну, вот это тапочки. Это уже не носок. Это уже тапочек. Ну, что хлопковый тапок. Потому что он, ну, толстый. Вот. Ну, что. На понедельник у нас все. Рассказать мне больше нечего. Ничего я больше не двигала сегодня, к сожалению. Вот. Давайте пройдем во вторник. И посмотрим, что я за понедельник наколупаю. Время у нас, значит, 7 утра. Еду я к коню. Значит, вот. Чтобы перед работой успеть коня поработать. Довязала я вчера шапку. Довязала, значит. И что? Да, собственно, ничего. Какая-то она у меня, знаете, с сосочком получилась. Кончик как-то торчит. Наверное, буду распускать макушку саму, прям закрытие. И перезакрывать. Наверное, надо закрыть ее как-то. У меня там почти до последнего идет убавки через одну, через одну, через одну. По-моему, только там два или три ряда. Я вижу, ну, типа, как бы в каждом ряду убавки. Я так полагаю, что, наверное, это неправильно. Ну, наверное, надо прям в каждом ряду там убавлять, чтобы не получился вот этот вот сосочек. В общем, шапку я доделала, носки довязала, постирала кончики, заправила эти, которые леопардовые. Так что сегодня я буду хвастаться. А может быть, я сегодня не буду хвастаться. Может быть, я вам сегодня сниму видео с пряжей и выложу его. А завтра я буду хвастаться. В общем, сейчас приеду к коню, покажу коня. Давно вы коня не видели. Ой, гуляем с конем. Там конь. Маленький. Короче, хожу, но, конечно, вот в этой шапке. В смысле, не на, а на конюшне хожу вот в этой шапке. Отвратительная, покупная. Копейки стоила и выглядит так же. Короче, стыдоба. Надо связать тонкую шапку на конюшне. А то вообще никуда не годится. Сегодня у нас уже среда. Я хочу показать вам свои готовые работы. Я так довольна. У меня такие классные носки. Просто это какой-то отпад. Да. Ну, это просто обалденно. Они очень красивые. Тут сделаю подсъемы. Короче, я хочу еще себе такие. Хочу какие-нибудь в натуральных цветах. Хочу другой узор. Я нашла другой узор. Буду делать другой узор. Я вообще их несколько схем нашла. Могу, кстати, прикрепить вот эту схему. Вот она тут. Скриньте. Вот эту схему. Скриньте. И вот эту схему. Но, если что, эти схемы будут еще у меня в телеграм-канале. Можно зайти, будет сохранить картинки. Так вот. Я хочу такие носки еще. Еще в натуральных цветах. То есть, ну, в цветах хышника, да. И я хочу еще такие носки. Не знаю, какой будет основной цвет. Но жаккар я хочу из секционки какой-нибудь. Мне кажется, сюда бы здорово подошла карелия цветастая. Которая вот многоцветная. Вот такая. Мне кажется, мне кажется, она просто огонь как подошла бы. Потому что здесь такой разнобой цветов. Всяких-всяких разных. Она такая классная, что... Представьте, вот эти крапушки леопардовые. Вот из такой секционки. Надо только придумать, какой бы цвет основной бы сделать. Вот что. Надо будет, знаете, как поприкладывать. Потому что должен быть хороший, контрастный цвет. А так как эта секционка, в ней очень много цветов. Надо, чтобы эти цвета не сливались, но перекликались. Да? То есть, это вообще задача непростая, мне кажется. Так. Так, еще одна моя готовая работа. Мне надо ее быстро показать. Потому что у меня муж ее отбирает, чтобы носить. Это шапка. Помните шапку из Альпака Ву? Эту ниточку мне подарили в Морчащем... В Тайный Морчащий на Новый год. И она у меня лежала. Зря она лежала. Я бы, если бы знала, конечно бы я... Конечно, я бы из нее давным-давно шапку связала. Купила бы еще такой нитки. И навязала бы шапок. Девочки, шапка огонь. Нитка огонь. Просто. У меня у мужа 60 сантиметров голова. Шапка мне... А мне сильно большая. Ну, я еще люблю носить вот так. И как бы так еще более-менее. В общем, шапка классная. Отдам в носку. Мужу вообще понравилось. Говорит, как покупная. Мастер-класс на эту шапку. Очень краткий есть. Я могу скинуть. Этот мастер-класс мне скинула подружка вязальная, Ксюша. Вот такая макушка. Макушка очень красивая, очень аккуратная. Ну, вот тут еще будут подсъемы, как обычно, фотографии. Потом в конце месяца... Нет, не так. Когда буду снимать... Ну, это... Так, подождите. В смысле, сбилась. Что я буду делать? Когда я буду снимать отчет за март, я постараюсь ее сфотографировать на мужа. Я надеюсь, он разрешит себя выложить. И я вам покажу на модели. В общем, мне понравилось. Я хочу посмотреть какие-то другие цвета и связать и себе, и сыну. Сын тоже претендует очень на эту шапку. В общем, мне понравилось. Но я не знаю, насколько она теплая. Мне кажется, если, конечно, вязать от макушки к макушке, ну, типа двойную, не обязательно. Ну, короче, если вязать двойную, то, наверное, она будет теплая, непродуваемая. Шапку, кстати, я стирала в руках, ну, на руках, но отжимала в машинке. И вообще с ней ничего не случилось. И я показывала, помните, она была такая маленькая, ее так стянуло. Но после стирки и блокировки у меня есть блокиратор для шапок. Спасибо, Яня. Она мне его подарила, моя подруга, которая не вяжет, но дарит. Но дарит постоянно какие-то вязальные подарки, типа пряжи. Вот блокиратор она мне подарила. Блокиратор для носков. На свой размер, конечно, она подарила. Но, тем не менее, знаете ли, так вот, она расправилась. То есть у нее красивая резинка. Да что вам 5 тысячу? Вот тут вот все увидите. В общем, я довольна работой, довольна шапкой. Ой, класс. И у меня за этот месяц, кстати сказать, вы знаете, сколько носков? Пять пар. Шестые вяжутся. Пять пар носков, видели? Вот это вот я вот понимаю. И будут еще шестые, потому что носки мужа, вот эти фараон. Кодовые названия будут фараон. Вообще надо всем названия дать. Вот это будет какое название? А, вот это Будапешт. Вот это вот... Придумайте вот этим носкам название. Я не знаю. Вот эти носки... Вот этим тоже придумайте название. Вот эти носки для себя любимой. Вот эти вот носки... Гламурная саванна будет. Гламурный леопард. Вот. И носки мужа это фараоны. Фараоновые носки. Вот. Я еще не начала вообще вязать плечевые. Хотя я грозилась. Я все равно до конца месяца этого осталось пару дней. Но я сяду, рассчитаю и начну хотя бы, ну как бы набросаю, да. Все это будет. Потому что у меня была цель именно вот в марте начать. В марте мне надо начать. Самое сложное вот всегда... Я очень люблю новые процессы начинать. Но самое сложное это именно начать. То есть вот это вот связать этот образец. Постирать. Вот я, знаете, горю процессом, проектом на моменте, когда я... Мне надо связать образец. Вот я связала образец, посмотрела и я охладеваю. Почему я не люблю вязать образцы? Потому что я начинаю охладеть, остывать к процессу, понимаете? То есть потому что, ну вот так. Ну вот так. Может быть у вас так же, я не знаю. Но вот я если связала образец, я посмотрела, какой он замечательный и как бы все. Казалось бы. Еще я показывала вам в моей пряже видео про пряжу, что мне подарила Даша шишибрики. Шишибрики! Я поняла, какие они замечательные, что надо срочно-срочно купить еще одни, чтобы мне хватило на плечевое. Потому что эти шишибрики идут 600 метров на 100 грамм. И по идее, мне бы как бы хватило бы два. Две. Два. Два. Две бобинки. Вот. И я купила себе еще одну бобинку. Она запечатана. Давайте я ее раскрою. Ну что я ее вам в пряже показывала. Тут еще раз покажу. Ну, красиво. Ой, скорая, наверное, едет. Слышите? Или пожарная? Всегда так не по себе, когда слышишь вот эти сирены. Я вообще паникую. Особенно, знаете, когда воздушная сирена. Ой, я вообще паникую. И мне все время... У меня муж за этим следит. И он следит. И он там даже может, ну, там, говорить, что сегодня будет проверка вот этих вот воздушных сирен. Если услышишь там, где что, не паникуй. Это типа учение. Потому что я сильно начинаю прям волноваться. Страшно. Так вот. Значит, вернемся к шишибрику. Шишибрики! Не было у меня опыта. Теперь у меня опыт будет. Я не знаю. Я хочу что-то розовое, что-то нежное. Тут еще эти шишибрики. Все в таких, каких-то тут мятные, розовые, лавандовые, персиковые, желтые цвета. Вот этих вот шишибриков из самой ниточки. И вот внимательно, сейчас внимательно. Мне шишибрики нравятся те, которые без люрекса. Мне не нравятся шишибрики с люрексом. Ну, вот так. Представляете, мне и люрекс не нравится, но вот как бы... То есть мне либо шишибрики вот такие, пусть это будут полиэстер хлопковые есть. А ты тут, кстати, какие? Но пускай это будет вот чисто без вот этого всего. Полиэстер, стопроцентный. Я видела, что есть такие шишибрики хлопковые, когда вот сама нить полиэстер, а на ней намотаны вот это вот сами вот эти шишибрики, они хлопковые. Надо такие тоже как-нибудь взять на вооружение. Просто мне пока не попадались такие, которые, ну, вот прям, знаете, вот приглянулись, я такая, да, хочу. Потому что, допустим, вот эту я смотрела, да, она мне тоже не сильно нравилась. Просто у нас Даша скинула изделие с этими шишибриками. Я это увидела, и все, поплыла. Мне надо, я хочу, это быстренько мне шишибрики. Но потом это как-то забылось, и спасибо Даше огромное, потому что без тебя бы не было бы вот этих шишибриков, потому что ты мне прислала, они вживую вообще просто потрясающие. Конечно, я побежала покупать, купила, и это совершенно точно будет какой-то офигенный джемпер, какой-то нежный, сочный, ну, просто легкий. В общем, будет. Самое главное, что будет. Так, ну, наверное, на среду у нас все. А, я купила описание следков. Мне показать нечего, но это будут, знаете, следки из остатков. Носочные пряжи. Я вот тут фотографии прикреплю. У нас в группе по носкам, вот это вот носки по фильму, значит, одна девушка вяжет вот эти следки. Платное описание, она вроде как бы в тестовой группе, по-моему, состоит. Ну, что мы там все побежали покупать это описание? Ну, я в том числе, я долго сопротивлялась, я так скажу. Я думаю, я пересплю с этой мыслью, вот если вот, то я куплю, если нет, то я не... И, значит, я уже такая решила, мне оно не надо, я покупать не буду. Вообще, на минуточку, у меня почти 100 описаний всяких разных носков. Сколько я носков связала по описанию? Ноль. Просто ни одного, ни одного я не связала носка по описанию. Ну, тут эти, значит, следки меня вообще покорили. Вот тут будут фотографии, вы уже, наверное, смотрите. Все, и я тоже вяжу. Я распускала уже три раза, потому что, потому что я не попадаю. Но я так, мне все равно хоть сейчас, значит, я такая в этом плане упорная, потому что мне интересно, я крючком вообще не вяжу, вот от слова совсем. То есть, я умею, вот эти вот столбики с накидом, безнадимые, то есть, я как бы, в принципе, я понимаю, но я ни одного какого-то прям готового изделия сложного не вязала. Я вязала шарфики и вязала плед. Ну, то есть, вы понимаете, весь мой навык, это вот туда-сюда столбики с накидом в разной комбинации. Там столбик с накидом, то есть, у меня узоры все, это столбик с накидом, без накида и воздушная петля. Все. То есть, ничего сложного, никакие там, нет, это все. И вот я, значит, перевязывала много раз. Опять, я все распустила, показала бы, вот завтра я вам покажу. Но меня, в общем, захватил этот процесс, захватил. И как-то они у меня вот ворвались в мой март. вообще, совершенно я не предполагала, что будут еще какие-то носочные изделия. Помимо тех, которые запланированы, я все никак не могу вот этот вот несчастный носочек связать, который я хотела, вот эти вот носочки связать, я никак не могу. Потому что вот у меня то одно, то другое, но, видимо, не время этой пряжи. Видимо, пока что не судьба, поэтому я даже и не переживаю. Так, ну что, на сегодня у нас все. Давайте перейдем в четверг. Я вам покажу камелота, а потом покажу, что там я связала за сегодня. Ну, то бишь за среду. Все, пройдемся. Субтитры сделал DimaTorzok Сегодня уже четверг, и я кое-что связала. Ну, во-первых, я опять привязывала эти слитки с этим крючком, вообще у меня все плохо. я вязала уже, смирилась, что я не попадаю совершенно. Связала уже мысок, и понимаю, что, ну, огромный. То есть, получается, что в круг это по 39 петель на одной половине, и 39 петель на другой половине. И это, как бы, ну, много. То есть, я одеваю на ногу, и у меня просто, ну, там вот столько пустого места. И я начала вязать на размер гораздо меньше, и у меня получилось. Я сейчас покажу. У меня получилось вот что. Я уже выкладывала это в своем телеграм-канале вчера вечером. у меня получился вот такой квадратик. Все. Сейчас надо будет замыкать и набирать. Вот здесь идет набор на спицу. И все. И будем вязать мысок. И вот этот уже размер, ну, мне подходит. Я меняла крючки. У меня вот такие крючки бамбуковые. Я покупала за 500 рублей. Я покупала за 500 рублей на Валберисе еще давно. И там прям большой набор, набор вот таких с бамбуковой ручкой и прям сами бамбуковые. Вот сами бамбуковые, они вообще просто отвратительные. А вот эти классные. Эти классные, прям, ну, прям хорошие. Мне нравятся. Ими удобно. я сначала вязала крючком 2 миллиметра. Ну, не попало вообще. Потом я сменила на крючок 1,75. Не попало вообще. И вот уже на крючке полтора. Убрав, выбрав уже извините, выбрав меньший размер, по идее тут вот как бы такие лепесточки и еще один ряд с лепесточками, вот я их вообще убрала. И все. И вот здесь у меня получилось, по-моему, 10 сантиметров. А на мой размер должно быть 10,5. Но я решила, что плюс к тому, что у меня и плотность носка больше, рыхлее, то вообще нормально. А у меня тут вышло ровно 10 сантиметров. А должно быть вроде 10,5, 10,6, что-то такое. Но у меня тут нет. У меня тут 10,2. То есть я совсем в плотность чуть-чуть не попала, но в плотность не попала моего размера. А я вяжу меньший размер. То есть я вяжу типа как бы по описанию на маленькую ножку. Ну, как бы ну вот так. Ну, что поделать, да? Ну, как бы. Главное, что ну, наконец-то это случится, потому что я вам скажу, я вот на это убила вчера целый вязальный день. Вот сколько я могла уделить вязанию, я фактически вязала только вот это. Ну, как хотите. Ну, вот загорелось мне. Причем вечером я думала уже ну и хрен с ним. Распущу, не буду все перевязывать. Уже как бы надоело. Причем в телеграм-канале я скинула другой. Скинула вот который у меня большой получился. Он получился там 12 сантиметров, вот которому я привязала мысок. Потом я понимаю, что он очень большой, и я распускаю на психах все это и понимаю, что я все-таки хочу и мне надо и ну и вот. Сначала я думала, что я отвяжу один, потом второй, но потом думаю, нет, вот пока у меня уже набилась рука на этот квадрат, я сейчас возьму, то есть это я откладываю и возьму второй квадрат, буду вязать второй квадрат. Здесь у меня артисан, мне кажется, наверное, знают все. вот этот артисан, он такой как единорожный, и это просто фиолетовый артисан. У меня это остатки, то есть идут остатки. На такой квадрат, на большой квадрат большого размера у меня выходило 9-10 грамм, то есть вот на такой, ну, поменьше. Это чтобы вы понимали, что вам вот остатков реально прям хватит. в оригинальном описании, там он однотонный, ну, то есть автор предоставляет однотонный вариант, и они мне вообще не зашли, ну, как только просто выложили вот эти вот, ну, секционки, когда квадраты, вот эти вот секционки, боже мой, это так красиво, я в это влюбилась и поняла, что надо вязать. Так, на этом все. И, в смысле, со следками все. Еще я вязала носки успешный успех, естественно. И я почти закончила один носок. Я почти закончила. Я вам жаловаюсь, что я там неправильно отмотала секции, поэтому мне приходится вязать сначала один носок, потом другой носок. Вот у меня, вот получается, смотрите, какие длинные секции. Секция закончилась вот тут. То есть вот это одна секция. То есть вот у меня вот этот вот коричневый и вот он вот тут вот этот коричневый. Понимаете? То есть вот, это пол носка, это одна секция. А здесь мне не очень, ну, это носки мужа, понимаете? Вот это надо, скурпулет, он же будет так рассматривать и говорить, а что здесь вот эта полосочка? Поэтому я вот обрезала, у меня заканчивалась коричневая, я ее обрезала и присоединю еще, то есть отмотаю коричневый, присоединю коричневый и закончу, чтобы у меня мысок был вот чисто коричневый. Здесь уже отвязан мысок, ну вот почти до конца. То есть тут осталось совсем, совсем чуть-чуть. Я сокращаю до 14 петель. Я не знаю, я не помню, сколько здесь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, восемнадцать. То есть здесь убрать буквально вот ничего, но здесь надо уже в каждом ряду убирать. Вот, поэтому сегодня я это закончу и начну второй. Наконец-то. Я надеюсь, что до конца этой недели у меня будут уже готовы вот эти носки. Фараоны. И тут я вчера вечером сидела и думаю, какие носки я хочу еще... Почему носки? Мне надо плечевые сидеть и рассчитывать, понимаете, набирать. А мне носки. И я, значит, у меня есть, наверное, у всех, ну, у многих есть своя группа, там, допустим, в Телеграме, да, или там ВКонтакте кто-то ведет, или альбом. В общем, у меня есть, ну, то есть я сама для себя создала группу, сама туда зашла и делаю репосты, либо картинки отправляю по вязанию, ну, вот, которые мне понравились. И что-то я зашла, думаю, надо там посмотреть, поудалять, почистить. Значит, захожу, смотрю, увидела вот эти носки, увидела схему, что там она просто элементарно вяжется, увидела, что там оно спиралька идет, то есть это не коса, ну, как бы, вот, как выглядит, как косичка, имитация косички, да, а это просто вот спираль, то есть там перехлёст все время в одну сторону и мне это так понравилось, и я так хочу такие носки, но при этом я еще хочу носки с пупыркой и у меня не так много однотонной пряжи и у меня не так много выбора однотонной пряжи, то есть они у меня каких-то очень простых цветов и хочется каких-то однотонных, знаете, какую-то интересную, а у меня ее просто-напросто нету. жду, Юля там должна мне накрасить красоты просто неописуемой, потому что вся почти секси... ну, ладно, есть там одна орхидея вроде бы, да, по-моему, орхидея, нет, да, нет, в общем, я забыла цвет, в общем, есть у меня там одна, ну, я ее пока не хочу, пока не хочу, она такая яркая, сейчас я вам покажу, наверное, ее, это которая вязь крашена, по-моему, это орхидея цвет, ой, сейчас, приходится вот заставлять меня в закрома лезть, вот для чего, вот, это крашеная, сейчас, обратно, так, это крашеная вязь вот такая, от Юли, она бомба, но, я не хочу пока, это, знаете, это когда у вас есть носочки, с которой жалко, ну, вот пока, я их периодически выставляю, вот это, кстати, уже пришло время, я ее сюда поставлю, и я на них любуюсь, то есть, ты смотришь на пряжу, пряжа смотрит на тебя, у вас происходит какая-то химия, и есть пряжа, которую смотришь, и думаешь, вот, ты пока лежи, мне тебе вообще не хочется, а есть пряжа, которая, скоро будет твое время, и вот, пока, вот такой пряжи, ну, по крайней мере, вот тут вот у меня нет, потому что у меня тут мало очень однотонных, да нет, хотя у меня тут тоже есть однотонные, но вот мне их пока не хочется, мне кажется, потому что я уже настолько насмотрелась, что там Юля красит пряжу, ну вот, и мне вот надо вот эту украшенную пряжу, потому что там эта пыльная роза, боже мой, там такой красивый цвет, девочки, вот, отвал всего, вот, я хочу что-то однотонное, да, вернемся к этому, но у меня мало однотонной, у меня все секционное, и, наверное, бы, надо бы купить, но нет, потому что, ну, куда, ну, сколько можно покупать пряжу, нет, нет, я еще думала, что у меня что-то много артисана, но у меня какой-то артисан весь яркий, так уж вышло, что да, поэтому, поэтому, ну, вот, как бы, пока страдаю, пока страдаю, я верю, что это пройдет, у меня, вот эти носки, которые я скидывала, вот эта вот спиралька, я их свяжу, вообще, вот это, к бабке, как говорится, не ходи, эти носки у меня будут, единственное, что мне пора уже проводить ревизию, потому что я за этот месяц вязала, я показывала вам 5 пар носков, шестые вяжутся, и в моей корзинке, у меня уже что-то около 15, наверное, носков есть, то есть уже 20, мне пора их как-то расписывать, понимаете, мне надо написать размеры, мне надо написать, кому я буду дарить, мне надо, ну, то есть понимать, какие размеры мне надо вязать, а то вот я пока сейчас вяжу, все мне, вот все, что не связываю, все мне, ну, мне зачем столько носков, правильно, то есть нужно как-то, как-то, ну, вот так вот, в общем, уже много разговариваю, надо закругляться, давайте посмотрим, что у меня получилось, со слитками, как я закончила вот это, в общем, давайте перейдем, коня мы уже посмотрели, лужи, по лужам мы уже походили, я надеюсь, вот, четверг, вообще вот сегодня просто великолепный день, у нас в Тюмени тепло, я вот опять, знаете, мне только вот дай повод поговорить, и все, у меня опять началось, закругляемся, и давайте пройдем в пятницу, все, это мое последнее подключение на этой неделе, и у меня есть, что вам показать, во-первых, мы пропустили пятницу, не просто так, не просто так, я уже в каких-то из видео говорила о том, что я совершенно вообще невозможно за метеозависимый человек, и у нас вчера в Тюмени случился какой-то природный коллапс, у нас было тепло, все было замечательно, а потом просто ветер какой-то вьюга, снег, у нас уже не было снега почти, и просто вот вчера целый день валил снег, была непонятная какая-то погода, меня прибило просто, я почти вот так вот целый день лапки сложила, я даже не могла вязать, я начала вязать только вечером, и из-за того, что у меня было такое состояние, я, как обычно, моя любимая, переобулась в воздухе, и помните, я хотела вязать джемпер за зеленый, по конструкции уязли, по мастер-классу от Аленка сделала, нет, нет, из-за того, что я хотела вязать, но все, что у меня было начато, я понимала, что у меня там, значит, на носках пятку, которую нужно считать, я не могу, значит, был бактус, который надо каждый ряд записывать, а я тоже такая, нет, не могу, не хочу, и были слитки, которые вообще надо просто вот не отрываясь от описания, там очень много мелкого, то есть нету такого полотна, что вяжешь, вяжешь, вяжешь и вяжешь. Я решила начать джемпер, ну, типа от джемпера начать, это же проще, но, так как я понимала, что я не в состоянии пересчитать по мастер-классу, потому что мы там не попадаем в плотности вообще у меня там, в общем, в общем, я решила взять готовое описание от Петит Книт, оно у меня было куплено, по-моему, называется свитер Октябрь, вроде бы, там вообще другая пряжа, там вообще все другое, я тоже не попадаю в плотность, у нее там плотность, по-моему, 21 петля, у меня плотность 23 петли, но я думаю, ну, свяжу, размер побольше, все, все, размер побольше свяжу, и там он идет регланом, это проще, ну, потому что реглан я знаю, я знаю, что я просто могу его чуть-чуть подлиннее сделать, это будет шире, и я типа влезу, а конструкция Аленка, у Аленки, с канала Аленка сделала, свитер Лызли, там, ну, так не получится, потому что ты уже должен понимать, сколько тебе нужно делать ширину, поэтому я отказалась, но по этому мастер-классу я обязательно свяжу какой-нибудь хороший базовый свитер, потому что мне нравится, как это сидит, мне нравится конструкция, Алена сделала, вот я уже не знаю, сколько я раз хвалила Алену, но это на самом деле, Алена, огромное тебе спасибо, что ты сделала такой подробный, такой хороший мастер-класс, по которому просто можно, ну, действительно, туда можно вписать узор, туда можно, да все что угодно, можно, вот брав вот эту конструкцию, потому что тебе там все рассказали, я бы связала и этот свитер, но, я говорю, из-за того, что я не была в состоянии, чтобы пересчитать на себя, там надо было в любом случае пересчитывать, то есть, как бы без этого вообще никуда, я взяла просто готовое, и вот прям ничего не пересчитывая, начала вязать, значит, фотография свитера, петит книг, по-моему, все знают, и я сейчас покажу, сколько я вчера провязала, ну, вот это я провязала за вечер, не так уж и много, здесь очень интересно, тоже здесь такой, вроде реглан, но он вяжется, я такой реглан ни разу не вязала, но я понимаю, что он такой есть, это, наверное, не петит книг придумала, в общем, он вяжется сначала обратно-поворотными рядами, как типа росток, и потом чуть-чуть наращивается, наращивается, наращивается совсем по чуть-чуть, и замыкается, ну, вот получается, вот это у меня росток такой, да, и вот это уже, ну, вот, все, такая широкая горловина, я не знаю, вот это горловина, я не знаю, просто плечи выпадут, но она потом стягивается, и так, то есть поднимаются петли, стягиваются, и как бы вот, в общем, это будет свитер, абсолютно обычной лицевой гладью, и все резинки будут два на два, и резинка по низу будет, ну, с разрезами по бокам, вот, и я хочу такое свободное облегание, и хочу сделать подлиннее, вот знаете, вот на случай, что даже если в прохладную погоду, можно просто одеть, и вот прям на улице в нем ходить, то есть не так, чтобы он был какой-то такой, прям, ну, короче, я хочу, чтобы он был длинный, типа, ну, чтобы, чтобы вот прям он, знаете, как, почти, как такой, полноценная верхняя одежда, что ли, ну, как-то так, как-то так, да, так, все, это я вам показала, вот это я начала вчера, а, по ниточке, значит, по ниточке я вам расскажу, это, значит, пайетки на хлопке мне дарила Юля Чернова, скнала, укоротительница, пряжа, спиц, пряжа, Юля, прости, я постоянно забываю о спицере пряжи, просто она укоротительница и того, и того, поэтому, вот, Чернова Юля, у нее есть канал, у нее есть канал YouTube, канал, Telegram канал, она мне подарила на 8 марта, и у меня вот такая вот бобильничка, это, у меня тут вообще ничего не написано, короче, я не помню, но я подпишу, и вяжу я в три нити, вот это вот, у меня тут нитраж 1400, блядь, так, у нас там орали дети, опять, опять муж оставил открытое окно, когда я записываю видео, так вот, значит, подпишу, я подпишу, что это за нитка, я не помню, у меня тут наклеек нету, 90% меринос, 10% кашемир, она, ну, то есть, она такая, до стирки, она дырчатое полотно какое-то, такое немножко проволочное, но после стирки, это такая нежнятина просто, это что-то такое, шиншилово-велюровое какое-то на ощупь, просто, вообще, просто, и не за счет того, что, конечно, тут цвета не совсем получаются, да, присутствует меланжевость вот этого цвета, и вы знаете, что самое странное, что до стирки этого не сильно видно, но после стирки, после стирки меланжевость прям сильно заметна, то есть, я вот это надела на образце, хотя, когда я, вот, ну, вот, где, вот, она, конечно, есть, но она не такая, она не такая очевидная, понимаете, то есть, она есть, но не такая яркая, она в постиренном, у меня тут нету даже, я утащила, а, есть, вот он, ну, он, он весь в коте, но, вот, ну, да, то есть, вот, в постиренном, во-первых, как она разбухает, посмотрите разницу, постиранное, не постиранное, то есть, вот, в постиранном, да, полотне, оно, ну, ну, прям сильнее, видно, но при этом, такая, она прям, этот, этот, это очень, ну, вот он, все к себе цепляет, я надеюсь, что, просто, это потому, что, у меня он, где попало, валяется, поэтому, он в таком состоянии, вязать очень легко, было просто, я в какой, в каком-то моменте не поняла, пишу, значит, Юлией Черновой, такая, говорю, Юля, ничего не понятно, она говорит, а что тебе конкретно непонятно, я, значит, обвела место, где мне непонятно, она говорит, а что тебе именно из, из этого непонятно, и пока я ей объясняла, что мне непонятно, я все поняла, я все поняла, я говорю, и как это работает, я говорю, спасибо большое, я это, вот, поняла все, так, с джемпером, все, джемпер, я хотела начать плечевые в марте, у меня еще остался, из махера, я хотела его тоже начать в марте, но у меня с ним такие проблемы произошли, я уже рассказывала, что я сначала не могла сделать узор, потом я долго это все рассчитывала, я его рассчитала, я его посчитала, сколько чего, просто нужно начать, а так как он, ну, такой, требует концентрации, мне нужно в какую-то спокойную обстановку, то есть, если у меня получится завтра его начать, то он у меня еще получится начатый в марте, хотелось бы, потому что это был мой план, но если нет, то и нет, то есть, вот эти два плечевых, я просто планировала только начать, в марте не закончить, планировала закончить кардиган, смотрим первое видео по марте, я по марту, я там, значит, говорила, что я хочу, и вот прям кардиган у меня случился, все остальное только начать, я это сделала, так, дальше, дальше, что я еще делала, я, значит, вязала эти слитки, я, значит, связала второй, ой-ой-ой, не видишь, что с тобой, я связала второй квадрат, а этот квадрат у меня уже вот так, то есть, я тут уже отвязала мысок, мысок типа бумеранга, и сейчас надо вязать вот так, вязать вот так, вот так вязать, буду так и вязать, вот, нравится, как что, что я могу сказать, нравится, ну, вот надо смотреть, поэтому это вот не тот процесс, который взял, включил сериальчик, и, значит, попер, нет, мне прям надо смотреть, хотя, знаете, ничего сложного в этом описании нет, и, блин, ну, прям берите описание, я прям, знаете, советую, потому что, ну, красиво, интересно, и можно прям совсем маленькие остаточки, я не помню, сколько вот это, ну, вот это, наверное, не знаю, грамм 7 будет весить, то есть, вот представьте, 14 грамм вот на ценные квадратики, да, вот когда у вас остаются вот эти маленькие, куда их девать, казалось бы, и в целом, что-то они там тоже, в общем, сколько они могут весить, понимаете, я еще думаю, интересно было бы, если бы там еще идет айкорд, интересно было бы, если бы, допустим, я сделала айкорд тоже из, вот, секционки, попробую, а вдруг, будет красиво, в общем, они вяжутся, в марте они не довяжутся, цели такой нету, мне интересно очень вязать, я их вяжу, но вяжу вот, когда у меня есть время, просто вот взять и сосредоточиться, то есть, вот это вот я провязала за четверг, вчера я их не брала, потому что не то состояние, и сегодня тоже сомнительно, что я возьму их, потому что я хочу довязать носки фараоном мужу, они уже у меня прям на финишной, я сейчас вот вам рассказываю, еду на конюшню, и беру с собой на конюшню эти носки вязать, потому что мы решили с подружкой, с моей с Яной, остаться после полей, съездим в поля на конях, такая погода, грунт такой, что скорее всего, вот мы только пошагаем, погуляем, ну мы такое тоже любим, а потом посидеть, попить кофеечку, и я вот решила, что я повяжу, потому что у меня тут в коем-то веке, знаете, уже все готово, вот вяжи только этот паголинок, все, то есть второй носок у меня абсолютно готов, и они вообще идентичные, идентичные по полоскам, как муж любит, потому что, ну потому что он вот это вот будет, а почему здесь вот так, а здесь по-другому, он любит, когда они одинаковые, что поделать, такой человек, ну мне не сложно было почти, значит, знаете как, у меня вот тут тоже не хватило, это было вообще, коричневого не хватило, я понимаю, что начинается уже вот эта секция, что по-хорошему, чтобы я второй моток не отматывала, надо здесь обрезать, начинать вот это вот, значит, я вот это все связала, носок, мысок оставила, нитку обрезала, здесь с этого мотка, то есть у меня кейки по 50 грамм, я размотала, здесь начала, мне хватило вот где-то вот досюдова, я давай со второго клубка искать, продолжение секции, нашла, ниточку сваляла, там отмеряла, сколько там осталось, чтобы у меня не получилось больше рядов, короче, а потом тот отрез, который я отматывала, я нашла там коричневый, вырезала, тоже сваляла ниточки, закрыла мысок, ну вот, и после этого, если он мне не скажет, что это самые лучшие носки в мире, знаете что, что, я буду вдовой, видимо, и так, вот, ну, я ему показывала, ему очень уже нравится, поэтому эти носки я сегодня возьму с собой на конюшню, скажу, что это регия, и, а где тут цвет пишется, ну, наверное, вот это, я так думаю, но это не точно, ну, наверное, оно, и это просто моя первая регия, я пока в ней вообще не разбираюсь, просто здесь больше нигде не написано, я привыкла, знаете, написано color, такой-то, а тут, это, кстати, у меня итальянская, сделана в Италии, они есть, сделаны в Германии, в Румынии, и пока мне, чисто вот на ощупь, у меня где-то есть румынская, вот, нет, это, по-моему, германская, прям на ощупь они очень различаются, итальянская, германская, немецкая, и румынская, они прям разные, вот прям на ощупь берешь, они прям разные, и получается, наверное, итальянская, она самая шершавая, самая такая, сухая, и вот это вот как раз такая, и так, это значит, у меня идет с собой, у меня вот такая сумочка, с петелькой, и так, и, надо, кстати, еще сумочку такую на руку взять, чтобы было удобно, это еще не все, у меня еще бактус, колпак буратино прозвал кто-то у меня в комментариях, я не помню кто, но мне кажется, это прям такое стопроцентное попадание, это реально какой-то колпак буратино, ну, в общем, он вот у меня на такой стадии, то есть, я его совсем чуть-чуть повязала, потому что, ниточка мне совершенно не нравится, в том плане, она красивая, мне даже уже нравится, когда вот оно начало штрихами, вот так вот ложиться, вот тут вот, и, конечно, оно мне начало уже, ну, более-менее нравится, то есть, я понимаю, чем будет больше полотно, тем будут такие, более, как бы, полосочки, такие, знаете, тигриные, будут вырисовываться, мне не нравится вот так, вот такая полосатость, черточки, мне бы понравились, то есть, я понимаю, что дальше это будет как-то ложиться, ну, более-менее в черточки, какие-то, в тигриные полосочки, да такое мне нравится но мне не нравится ровница то есть я из ровницы не вязала на что ровница мне не очень нравится потому что она такая ровница не равномерное совершенно где-то толще где-то тоньше то есть смотрите вот видите все это все видно вот это законно вот две нитки пожалуйста одна вот такая другая вот такая и как бы это все но она не слоится она такая знаете как будто бы она сваленная нитка как будто бы она вот валеная нить то есть тут даже ну не знаю в общем ровница вот такая ровница я просто никогда не взял это опять же это моя первая ровница я понимаю что ровница мне не нравится хотя ну вот не буду прям хаять потому что мне по большому счету я признаюсь мне не нравится такой большой формат это метраж если бы эта нитка была бы потоньше мне кажется это была бы любовь мне не нравится обязательно вот на четверке мне не нравится что это шарфик и полотно получается такое толстая мне бы хотелось более пластичная более тонкая обязательно каких-нибудь три три с половиной но не вот это вот вот это вот мне не сильно нравится вижу да да ну плотновато потому что это меринос я знаю что он потянется растечется и он да он будет пластичнее ну вот тем не менее знать вот сам процесс вязания мне не доставляют удовольствие доставляют удовольствием не цветотерапия вот цвета вот это все мне нравится вот фактурой нити то что это толстые спицы какое-то толстое полотно получается вот это мне не нравится и вот как то бы труд как-то знаете у меня вот такое вот что все я вам все показала у меня в этом месяце получается все-таки случаться я думаю носки и это будет последняя готовая работа этого месяца но это будет 6 6 пара носков я считаю что я огромный молодец что извините 6 пар носков одну готовое плечевое и 3 шапочки 3 мать его шапочки но 6 носков это круче чем 3 шапочки это однозначно и получается по объему это неплохо неплохо конечно если если бы у меня получилось что-то еще было бы хорошо ну что получилось то получилось не справляется в этом месте я думаю моя пряжная бухгалтерия с покупками чтобы делать жизнь такая в этом месяце чуть-чуть в том месяце я прям вышла в минус хороший в этом месте будет в плюс следующий месяц я собираюсь покупать водопад опять и чуть-чуть или за ну совсем чуть-чуть совсем чуть ну что водопада у меня уже много я буду брать альзе альзе такое раритетное и это вот как раз таки в коллекцию какие-то раритетные оттенки они ну это вот я даже как бы это надо считать что это да плюс к пряже но я это не считаю потому что это вот это другой это другой вид хомячества вот взять моточек в коллекцию это вот это уже немножко другое я еще подумала сегодня о том что мне надо снять знаете видео с моей носочка именно раритетный которую там сейчас не купить или которое ограниченное количество ну то есть вот так а почему нет собственно говоря почему нет ну либо ближайшее время либо я еще чуть-чуть подкоплю подкоплю покажу вам вот потому что у меня все таки есть уже накопилась та носочка которую ну просто вот не купить тем более что у меня сейчас появилось еще несколько таких раритетных мотков которые мне подарили это вообще вот кстати если вдруг у вас есть какая-нибудь раритетные альзе да и вам она не нужна или у вас его в двух вариантов напишите мне может я у вас куплю да вот потому что есть слабость мне кажется мы вообще с девочками с моими вязальными подружками открыли охоту на раритетные альзе и это прям какой-то немножко даже нездоровым попахивает но пока все нравится так давайте мы заканчивать будем я вам все рассказала я надеюсь эта неделя вам понравилось очень кто про под прошлым видео говорил не показала коня не показала ребят потому что я болела всю неделю я болела и коню я естественно не ездила но эту неделю я ездила к ним много раз сейчас еще вот вы меня просто задерживать потому что мне надо уже ехать уже скакать на коне а я тут вам значит рассказываю через зала вот я покажу очень у коня в этом видео уже точнее показала сейчас мы закончим еще я чуть-чуть сделаю нарезки сегодняшних полей которые я сегодня вам наснимаю я надеюсь мы сегодня поедем в дальние в дальние талии я вам сниму что-нибудь там красивый ландшафт вот ну и собственно все давайте вы посмотрите на кабелота красивого и замечательного я буду с вами прощаться всего доброго пока люблю целую не получилось у нас поехать в дальние дали потому что там нехорошие люди перекрыли нам косу коса это такая насыпная дорога мы перекрыли это походу от машин но нам на лошадях там тоже не приехать из только как-то ну не в такой грунт когда вообще дороге не видно чтобы вы понимали позавчера у нас тут вообще снега не было за вчера снег вот накапал а вот сразу на крыстах а 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 это будет под музыку трам а у Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok